Друзья, всем большой привет! Вы на канале Toskana Vex, и мы сегодня снова с Владой. Всем привет! Очень рада вас видеть. И, конечно же, мы подготовили новую интересную тему. Да, я специально с Владой хотела обсудить мифы о том, как корректировать фигуру и как носить одежду девочкам плюс сайз. Не знаю, рассказывали мы это на канале или нет, но на самом деле Влада принимает участие в съемках как модель плюс сайз. Сейчас Влада может указать свои параметры, никто ей не поверит, конечно же, потому что, мне кажется, Влада вообще спец в том, как гармонично одеваться, и одежда на ней смотрится всегда очень красиво. Да, но я напомню о том, что я более пяти лет уже работаю с девушками размера плюс, одеваю их и помогаю найти свой стиль и свои грамотные пропорции. Мой размер 54, параметры грудь 110, талия 90, бедра 120. Именно сегодня мы с вами поговорим о том, какие существуют мифы в моде плюс сайз и как стоят эти мифы развеять и что мы будем носить. Ну и, конечно же, вначале я хочу сказать о том, что одежда это способ проявления нашей личности, нашего характера в этот мир. Если вы любите сумасшедшие наряды, какие-то дисбалансы, супер яркую одежду, пожалуйста, не стесняйтесь, это очень круто. И даже если кто-то скажет, что это носить категорически нельзя, девушкам плюс сайз не слушайте никого, носите то, что вам нравится. Мне кажется, на всё найдётся тот человек, который скажет, что это носить категорически нельзя, либо это будет чересчур модно, либо антитрендом. Ну, в общем, критики всегда найдутся, не стоит их слушать. Ну, а если вы только начинаете свой путь в модной сфере, то и вам нужны какие-то правила, да, то мы сегодня не поговорим. Ну что, начнём? И я, кстати, ещё тоже в дополнение, перед тем, как мы начнём, хотела сказать, если вы не плюс сайз, то я думаю, что этот ролик всё равно будет полезен. Вот у меня, например, ну, стандартный абсолютный размер, но, тем не менее, фигура у меня груша. То есть у меня основной объём собирается в районе бёдер. И я прочитала вот эти мифы, которые мы на сегодня подготовили. Я думаю, вот, это же про меня, это же про мои бёдра. Но на самом деле всё не так страшно. Да, на самом деле, я думаю, что с любой фигурой работает правило того, что вы должны одеваться в соответствии со своими пропорциями, да, бёдра широкие, или это может быть грудь, или плечи. И в любом размере будут работать одни и те же правила. Поэтому сегодня, я думаю, подойдёт для всех. Универсальное для всех, да, видео. И давайте начинать, у нас первый миф. Миф номер один. Некоторые говорят, что странит только чёрный цвет. Я об этом очень часто слышу, особенно от девушек поколения моей мамы, да, то есть тех, кто у меня на 20-30 лет старше. Я не знаю, откуда это пошло, если честно. Кажется, наверное, что визуально чёрное уменьшает, и вот тени, они же чёрные, да, то хочется добавить. Я, кстати, на самом деле очень долго тоже была приверженцем этого мифа, и я всегда носила чёрный низ. Я очень боялась белых джинсов, светлых брюк, светлых юбок. Вот мне всегда хотелось низ как-то спрятать под чёрным. Да, ну, наверное, это где-то уже на уровне ДНК, может быть, даже в наших русских женщинах. Но я в этом мифе всегда хочу такой пример привести. Наше окружение в основном не чёрного цвета, да, и чтобы чёрное было не видно на чёрном, то есть растворило бы наши какие-то объёмы, мы должны ходить только в чёрную комнату. В чёрное время года в чёрной одежде. Тогда действительно можно что-то скорректировать, наверное. Но по факту, если вы поставите на фоне белого листа что-то чёрное, то мы максимально подчеркнём форму, да? Увидим все, да? Это достаточно логично. Поэтому чёрный цвет – это достаточно такая интересная история. Его нужно и можно носить, если вы любите чёрный цвет, но тогда лучше работать с другими приёмами, о которых мы расскажем дальше. Но просто носить чёрную обтягивающую одежду, как многие девушки любят, вот ещё, там, не знаю, у меня 56-й размер, но я надену 52, потому что он утянет. Уже в него влезло, да? Да, он утянет, и это будет действительно не очень красиво, и стоит всё-таки подбирать по размеру и по своей фигуре. Поэтому чёрный мы с уверенностью носим, носим его многослойно, интересно, с разными фактурами. Да, разные фактуры всегда очень красиво смотрятся. Мне вообще кажется, что чёрный круто смотрится только с чёрным, если честно. Я хочу, кстати, сегодня сделать комплимент образу Владу. У неё он такой интересный, и его действительно хочется рассматривать. Вот здесь, мне кажется, фактуры как раз сыграли. Здесь, конечно, есть не только чёрный, есть вот какой-то тёмно-серый, но вот эта рубашка, эта драпировка, тёмно-серый, это жир. Это же по всем мифам сегодня, если честно. Я постаралась одеться сегодня, чтобы развеять все наши мифы. На мне есть чёрный, но, опять же, моя внешность достаточно светлая, да, и не весь чёрный мне подходит, поэтому нужно разбавлять, и я его чуть-чуть припрятала внутрь жакета. Да, очень интересно. Итак, с первой разобрались. Миф номер два. Крупные принты только для стройных. Что ты об этом думала? Здесь мне сразу вспоминается, наверное, такая хрестоматийная блузка в мелкий цветочек. Вот потому что кажется, что когда крупный принт, крупные цветы, они как будто бы должны увеличивать, да, наоборот, объёмы. А вот этот вот миленький цветочек, как он называется? Не пьеде пуль. Пьеде пуль – это гусиная лапка. Мельфлёр. Мельфлёр называется этот цветочек, слава богу, что вспомнили. Кажется, что вот он-то и должен уменьшить, сделать фигуру более хрупким, но, наверное, в той самой блузке, если она ещё и на пару размеров меньше, если она ещё и обтягивает, если она ещё не актуальной формы. Это провал. Это провал. Да. Наверное, так. Да. На самом деле мне вспоминаются фото, ну, почему-то с зарубежного стрит-стайла, когда какая-нибудь плюс-сайз модель или просто девушка плюс-сайз в какой-нибудь юбке с объёмными горохами, в какой-нибудь блузе с акцентными цветами. И это так сочно и так нарядно смотрится. Я вот даже не могу это объяснить с какой-то логической точки зрения, но на это просто хочется смотреть. Ты знаешь, здесь, я думаю, вообще в подборе принтов очень важно то, какой у нас тип внешности, потому что кого-то горошек, например, может простить, а кому-то придавать на невероятный шарм. Поэтому здесь всё исключительно зависит от индивидуального типажа вашей внешности. Ну и, конечно, если мы говорим про размер принта, для девушек достаточно крупных форм, наверное, стоит выбирать какие-то геометричные принты, да, чем это будут какие-то... Особенно, когда есть крупные цветы, но они единичные расположены. Если, например, у нас достаточно большая грудь, то эти крупные цветы, единичные, да, в районе груди, будут только подчёркивать излишний объём, если вы не хотите её сильно показывать. Ну здесь же можно уравновесить, например, нашу большую грудь. Если мы эти цветы уведём объём в юбку, да, то наоборот это будет балансировать фигуру, да. То есть всегда нужно смотреть на то, где у вас сконцентрирован объём, и там, где максимальный объём стоит, конечно, в этом месте принты какие-то, особенно крупные, не применять. Это правда. Но почему бы их не использовать тогда в другом месте, где нужно добавить этот объём? Ну и, конечно, ещё я скажу о том, что когда у нас есть геометричные принты, да, они очень красиво размывают очертания фигуры и вообще любые принты. Почему девушки, я думаю, любят достаточно пользоваться приёмом принтованной одежды? Именно потому что, особенно если есть мелкий принт, но он достаточно плотно набит, да, то есть не редкие цветочки, а плотно цветочки набитые, тогда в таком случае это размывает очертания фигуры и есть эффект визуально того, что глаз не цепляется за чёткие очертания, как с чёрным цветом, да, напоминаю про предыдущий миф. И мне понравилась идея, что мы больше смотрим именно на сам принт, идёт ли он нам, чем на его размер. Всё-таки размер здесь как будто бы уходит немножечко на второй план. Ну и, кроме того, всегда можно обратиться к принтам среднего размера, я думаю, что они будут беспроигрышно смотреться. Ну и третий миф сразу же тоже близкий к этому. Девушкам плюс Ась противопоказанные принты в горошек и в полоски. Здесь, по-моему, я слышала именно про горизонтальную полоску, да, то, что горизонтальная полоска, например, там та же самая тельняшка, хотя тельняшка вообще-то считается базой. Если у нас большая грудь, она вдруг наш сверх, там, живот, грудь, она тоже увеличит. Вот. Ну вот здесь тоже мы возвращаемся к тому, что если у нас, например, как в моём случае, у меня необъёмный верх, и я могу себе позволить горизонтальный принт тельняшки, но в таком случае я бы сделала как? Я надела бы второй слой, какую-то куртку или жакет, чтобы немного этот принт прикрыть. В таком случае это будет интересно смотреться, и обязательно тельняшка не должна быть сильно облегающей. Вот. Если это облегает, это слишком такие, знаете, яркие, мелкие такие вот полоски, тогда, возможно, мы можем навредить своей фигуре. Да, мне кажется, здесь тоже на размер полосок нужно обращать внимание, потому что полоска, полоски рознь, они могут быть одинаковой ширины, да, меняться через одно и то же расстояние. Могут быть, когда белая полоска идёт у нас шире, а тёмная – уже. Могут быть, наоборот, очень широкие, ну, тоже, в общем, нужно смотреть. Бывает, знаете, платье, где прям такой колор-блок с широкими очень полосками, и тогда, например, если у нас светлая полоса попадает на грудь, а тёмная полоса попадает на талию, тогда есть вот этот эффект того, что у нас визуально немного талия уже. Но если наоборот, можем подчеркнуть животик, это не совсем может подойти вашей фигуре. Поэтому, если вы боитесь использовать горизонтальную полоску, я рекомендую выбрать просто вертикальную, как на Насте, например, Ивашка, вертикальную полоску, либо диагонали. Диагонали вообще – это лучший приём для девушек, кто хочет немного скрыть объём, потому что он также визуально очень красиво вытягивает фигуру. И здесь ещё крой по косой, кстати, если ваша полоска скроена по косой, то тоже она будет слегка драпироваться, очень красиво вытягивать. Ну, а что же про горошек? Опять же, слишком крупный горох, наверное, тоже не стоит выбирать, как и слишком мелкий-мелкий такой редко набитый бринт гороха. Давайте, наверное, всё-таки условимся на том, что средний размер горошка – это максимально подходящий, да, но и не забываем о том, что подбираем к типу внешности. Ну, кстати, горошек у нас этим летом возвращается, я уже очень активно вижу платье, девчонки носят, и в разных типажах внешности это так по-разному смотрится, очень интересно. Давно горошка не было, мне кажется, в моде, и вот сейчас очень приятно наблюдать его возвращение. Ну, а если очень хочется горох, но ваш тип лица, да, внешности не позволяет, наденьте юбку в горошек или брюки, или даже можно какой-то аксессуар, например, ремень к сумке, или целую сумку платочек выбрать в горошек, и это тоже будет работать, почему бы и нет. Миф номер 4. Одежда плюсать должна быть однослойной. Я предлагаю обсудить сразу с мифом номер 5. У нас выписан, драпировки и объемные одежды скрывают недостатки фигуры, потому что вроде бы они друг друга дополняют эти два мифа, да, то есть с одной стороны я понимаю, хочется замаскироваться и не добавить себе лишнего объема, да, показать, что вот мы есть, вот какие мы, и ни в коем случае не больше. Это к тому же, как запихнуться, там, например, в 52 размер, как это 56. Да, но это еще про ощущение, собственно, границ тела, да, это очень важно, чувствовать свое тело, но это уже больше, наверное, психология, но когда мы создаем небольшой объем между телом и одеждой, то есть когда есть воздух между телом и одеждой, мы не видим, какая там фигура внутри. И почему так работает оверсайз на девушках и худеньких, да, и также большего размера, потому что мы не понимаем, сколько там объема. Одежда все это скрывает, но опять же нельзя носить слишком оверсайз. Ну да, такие шатрые палатки. Да, 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 это может сыграть тоже злую шутку, поэтому немного объема должно оставаться, ну и, конечно, если хочется приталить, выберите жакет оверсайз фасона, но пускай он будет немного приталенный, это тоже будет работать. Про драпировки тоже интересный момент. С одной стороны, хочется, как будто бы, если у нас есть какой-то объем, наоборот, отвести от него внимание, задрапировать, как-то что-то скрыть, но будто бы драпировки здесь, наоборот, создают чрезмерный объем, да, если у нас, например, драпировка на груди, там какие-нибудь валаны, рюши, что-то у нас такое объемное, а у нас грудь и так большая, и она кажется еще больше, и за счет этих драпировок ее, ну, размер вообще гипертрофируется. Да, здесь, если мы говорим про фигуры, да, условно перевернутый треугольник, да, когда у нас большие плечи или грудь, то чаще всего у нас будут более узкие бедра. Почему бы тогда драпировку не спустить на юбку и красиво задрапировать зону живота, либо зону бедер, да, бывают такие юбки, которые с таким шнурком, который можно подтянуть и красиво задрапировать, и открыть ноги красивые. Поэтому драпировка, знаете, это, с одной стороны, очень крутой способ скорректировать фигуру, но его нужно тоже применять и достаточно осторожно в правильных местах. Но, опять же, возвращаемся к тому, что можно носить все, главное, грамотно подобрать это к своей фигуре. И здесь, я думаю, самый важный совет будет просто подойти к зеркалу, раздеться и посмотреть на себя, на то, как вы выглядите, и что вам в первую очередь нравится в себе. Если вам нравятся ваши зоны декольте, почему бы это не показать? Если у вас тонкие щиколотки, тонкие запястья, да, это тоже стоит показать. Если вы понимаете, что вам не очень нравится зона бедер, можно использовать драпировку, да, либо какие-то контрасты наверх, да, на грудь, например, и надеть блузу с валанами. Поэтому, наверное, здесь в первую очередь изучать себя, изучать свое тело, в первую очередь его любить, и тогда уже будет интересно одеваться. Ну и у нас последний миф еще, кстати, остался. Палитра Плюс Айс – это темные и неяркие цвета. Ну, тоже, тоже в сторону, наверное, черного цвета, да, который мы в самом начале обсуждали. Тоже кажется, что белый, бежевый, наверное, крупным девушкам вообще не подходит. Но на самом деле у меня вот сейчас перед глазами так картинками пролистываются образы, где девушки Плюс Айс стоят в каких-то красивых брюках, да, например, палатца, где там диагональ, такие яркие платья в пол. И как же это красиво смотрится? Я думаю, что вот с этим мифом нам прочно стоит расстаться, вообще категорично. И любые цвета можно носить в любом размере. Все зависит от вашего настроения, от вашего желания. Если у вас сегодня настроение надеть полностью черные образы, быть такой драма-квин, почему бы нет? А завтра вы хотите быть розовой зефиркой, это тоже будет здорово смотреться. Главное, как вы себя чувствуете, наверное. Да, я думаю, что в этом мифе кроется такая история про то, ну вот я похудею, и потом буду носить что-то красивое. Я похудею, и вот надену то, что у меня в шкафу висит уже там в 10-летней давности, когда я была студенткой, и хотела очень ярко одеваться. Ждет меня. Но хочется здесь сказать, что мы живем здесь и сейчас, и хочется получать удовольствие от себя и от своих образов каждый день. Это точно. Поэтому надевайте все, что нравится, подбирайте все, что нравится, но не забывайте о том, что цвета должны работать на нашу внешность. Если у вас очень контрастная, да, внешность, черные волосы, черные брови, светлая кожа, вы можете себе позволить что-то более яркое к лицу. Если такая внешность, как у меня, да, светлая и неконтрастная, лучше яркие вещи увести вниз, надеть брюки или взять, например, акцентную сумку. Это единственное, что здесь можно было бы посоветовать. Но, опять же, макияж, мне кажется, решает все эти вопросы. Да, это, кстати, точно. Я слышала, что лучше одежду мерить с укладкой и с макияжем, а не с пучком и серой мышкой, потому что все равно ощущение будет меняться. Это меняет, да. Это меняет и образ, это меняет и ощущение. Еще, кстати, слышала один очень хороший совет, что нужно сделать фотографию вас в образе и посмотреть со стороны, потому что не всегда мы в зеркале можем оценить себя как другого человека, когда мы видим. А здесь это действительно способ немножечко как будто бы стать зрителем и увидеть, идет тебе на самом деле это или не идет. Да, это классный способ. И, кстати, я расскажу такой небольшой секрет. Когда стилисты работают с вами в магазине, чаще всего они не ставят вас перед собой, а перед зеркалом и смотрят на вас через зеркало. Поэтому, если вы хотите попросить подругу, маму, сестру, не знаю, кого угодно, оценить ваш образ, попробуйте попросить ее посмотреть на вас через зеркало. И в таком случае немного будет по-другому видно и более целостно будет восприниматься этот образ для другого человека. Класс. Так что не всем это знают. Такая емкая и познавательная беседа сегодня получилась. Но я предлагаю подытожить и перейти непосредственно к сумкам. Потому что насчет сумок на самом деле тоже много мифов. Можно ли носить маленькие большим девушкам? Можно ли носить, наоборот, крупные сумки маленьким девушкам? Какие здесь вообще есть подводные камни? Ну, здесь опять же мы говорим про акценты, да, и о том, что чем ярче сумка на фоне нашего образа, тем она акцентнее. Если мы берем достаточно крупную сумку, да, например, у вас черный образ, красная сумка, это очень красиво смотрится, но мы надеваем ее крузбоди в район бедер, то, соответственно, у нас сразу же все внимание людей, которые будут смотреть на нас, приковано к красной сумке в районе бедер. Если для вас это подходит, вы хотите привлечь внимание в эту зону, то, я думаю, стоит оставить. Но чаще всего мы, наверное, хотим сделать, чтобы наши ноги были длиннее, далее уже, поэтому здесь, наверное, стоит ее приподнять на уровень талии. Я думаю, что это главный вот такой вот большой принцип, которым стоит руководствоваться. Ну, и опять же, слишком маленькие сумки, знаете, сейчас есть тренд на микросумочке, в котором можно прожить только помадку, я бы их носила как украшение на шею. Да, в таком случае девушкам с крупными формами это можно себе позволить. Либо как монетницу, да, на цепочку, но не как основную сумку. Это точно. Ну, и, конечно же, мы не оставим вас без наглядного примера. Для Анастасии мы сейчас подобрали не слишком акцентную сумку в сером цвете. Да, она практически слилась, мне кажется. И я думаю, что так мы больше обращаем внимание, наверное, на самую светлую часть, это на рубашку за счет ее фактуры. и, конечно же, очень важно, когда у вас люди видят в первую очередь вашу внешность, ваше лицо, а не то, что на вас надето. Я думаю, здесь это классно работает. Да, но здесь единственный вопрос, пожалуй, по поводу высоты сумки. Да, я ее все-таки подняла немножечко на уровень тазобедренной косточки, даже немножко повыше, чтобы она не слилась со штанами и не добавила мне лишнего объема где-то в области бедер. Да, здесь сейчас это просто вот классный готовый образ. Скриньте, забирайте сумку. Я думаю, у всех есть серые офисные брюки. Сумка идеально к ним подходит, фурнитура идеально подходит. Я думаю, что просто готовый вариант. Мне интересно по поводу сумки, которую выбрала Влада. Да, я сделала такое до. Сегодня у меня очень объемный, насыщенный деталями образ, и эта сумка слишком большая для меня. То есть она и цветом массивная, плюс ты ее держишь в основном внизу, это еще добавляет такого объема ненужного. И как-то, наверное, даже немного грустно смотрится. Как можно исправить эту историю? Я бы взяла наоборот. Пускай это будет акцентное, но чисто белая сумка без каких-либо застежек, фурнитуры. Просто белая. Я сняла с нее даже ручку, для того, чтобы носить ее в формате вот такого клатча. Сейчас я уберу эту сумку. И, соответственно, ее я буду носить где-то вот здесь под мышкой в районе талии, и таким образом привлекать внимание к самым изящным, наверное, частям своего тела. То есть это открытые запястья, это более узкая талия, и сама сумка небольшого размера. Я думаю, что вы видите наглядно, что она здесь намного лучше подходит. И мне нравится, как она на контрасте с таким немножечко мрачным образом. Лада, да, сегодня он интересный, но он такой немножечко дарк. Темный, да, темный. Как она его сразу освежает. А в этом варианте сразу стало веселее как-то, ярче. И сама по себе сумка, она привлекает внимание, но, тем не менее, она не отвлекает от остального образа и хорошо интегрировалась в него. Единственное, в идеале я бы заменила фурнитуру на золото либо подобрала другую сумку с такого же формата, но с серебряной фурнитурой. Или как у тебя с черной. Это был бы супер вариант. Да, кстати, тоже вот цвет, который подходит подо все. И я хочу тоже еще один образ показать. Просится в мой монохром, в мою серо-белую гамму добавить какой-то яркий акцент. И я выбрала вот такую вот модель Фуксия. Здесь еще и нарядная такая золотая фурнитура. Сама сумка из кожи Софьяна. И, наверное, я бы носила ее вот так сверху, чтобы какой-то такой, мне кажется, очень остро модный за счет именно Фуксии акцент добавить в такой классический и достаточно расслабленный образ. Да, это классный прием, когда мы берем базовую одежду и добавляем за счет аксессуаров что-то такое интересное, к чему будут прикованы взгляды. И здесь еще у сумки, кстати, строгая форма. Достаточно она хорошо ее держит. При том, что у меня и рубашка свободная, и брюки объемные, наверное. Да, как раз хотела бы это рассказать, что сумка мягкой формы здесь не так бы хорошо смотрелась, как вот эта собранная. Ну, и, кстати, говоря про девушек плюс сайз, очень часто сумки мягких форм совсем такие вот мягкие, они не очень хорошо работают для нашей фигуры, поэтому все-таки строгие линии собирают фигуры, как и строгие такие собранные сумки, поэтому, если вы не уверены, какую сумку выбрать, и, скорее всего, присмотритесь к каркасным вариантам. Ну, и, кстати, по поводу выбора сумок, мы хотим вам напомнить, что в нашем шоуруме, где мы сейчас ведем съемку, открыта запись, вы тоже можете сюда попасть, он находится в Санкт-Петербурге, на станции Ветро-Гражданский проспект, и вы можете записаться у менеджера или на нашем сайте. Почему формат записи у нас в шоуруме? Дело в том, что наш шоурум находится в бизнес-центре, и попасть сюда просто так не так-то и легко. Это точно. Поэтому мы с большим удовольствием встретим вас прямо у входа, проводим шоурум и уделим время в примерке именно вам. Это очень здорово, нет борьбы за ту самую сумку, и ты всегда можешь примерить то, что нравится именно тебе. Ну, а также большим плюсом является то, что в нашем бизнес-центре расположен также и основной склад Тоскана Бэкс. Да, да, поэтому все новинки приезжают именно сюда и оперативно появляются именно в этом шоуруме, даже если они еще не успели появиться на сайте. Да, это безусловно большой плюс. Кстати, про сайт. На сайте также есть наш каталог, но новинки мы туда подгружаем, конечно же, в порядке очереди, постепенно, как только проводим съемку. И напоминаю, что заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатной, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами. Спасибо большое, что смотрели это видео и пишите в комментариях свое мнение на этот счет. Всем хорошего настроения и самых красивых образов!